МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, погодка сегодня займи и выпей. Потом еще раз займи и снова выпей. То, как ты живешь на яхте, очень зависит от погоды. Находишься ты в море или на стоянке, и как ты во всем находишься, целиком и полностью диктует погода. Наверное, в жизни на яхте это одна из основных трудностей погоды. Хоть ты преодолеваешь страшные шторма, хоть ты преодолеваешь бытовые какие-то штуки, оно все связано с тем, как ты договорился с Зевсами, Посейдонами и всеми остальными богами, которые этой погодой управляют. Вот здесь у нас мокнет недомокшее. Внутри яхты сушатся недосушенные. А вот здесь у нас темно и страшно. Сейчас мы осуществим волшебство-акт. А пока покажем вам крыночки. В вашем плавучем домике, точнее в нашем плавучем домике, иногда нарушается герметичность. И вот у нас такие есть феи-баночки, феи-крыночки, которые спасают яхту от потопа. А на другом окне роль баночек выполняет полотенце, потому что здесь мы уже почти устранили течь. И вот это главный устранитель течи. Здесь роль баночки выполняю я, вот чай пью. На самом деле погода такая, что занятий выпить даже тут не у кого вокруг. Пустая якорная стоянка, стоим среди кораллов. Но на улицу выглядывать совсем не хочется, потому что мокро, сыро, промозгло. Ну и жарко. Вот сижу, занимаюсь монтажом фильмов будущих, разбираю видео потихонечку. Эй, эй, секретные видео тут не надо показывать. Вот секретная энергетическая штука для главного монтажера в Сия-Руси. Так, шоколадку мою не трогать. Сейчас я пока снимаю, останусь, похоже, без лакомства. А вот это мое рабочее место. Я тут пишу в ежедневнике. Тоже какие-то, видимо, важные вещи. Сейчас глянем, что дети у нас делают. Правильно говорить, что дети у нас делают, наверное. Дети по норкам спрятались. Пошли мы по юнговским норам. Нора первая. Что ты сегодня делаешь у нас? Во-первых, я нарисовала таблицу Пифагора. Мне было задание сделать это без подглядки. Сделала? Да, сделала я. Ну, тогда сколько будет? Шесть умножить на семь. Как посчитать? Или так, и вот так, 42. Или так, и так, тоже 42. Супер. Такой Пифагор у нас растет. Пока мы тут занимались с Пифагором, Юнга уже убежала в свою нору. Вот этот вентилятор облегчает нам жизнь, жаре и сырости, когда все закрыто. А сейчас что делаешь, дождливая, прекрасная? Сейчас у нас горит свечка для уютности, а я учусь стихи. Две бабушки на лавочке сидели на пригорке. Рассказывали бабушке, у нас одни пятерки. Друг друга поздравляли, друг другу жали руки. Хотя экзамен сдали не бабушки, а внуки. Это же ты так классно рассказываешь, что тебе надо в театр отдать. Я все поняла. А сейчас пойдем в нору главной Юнге. Главная, потому что старшая. Время всемирного потопа. Я уже успела разобрать половину наших шкафов моих. Устроить в них перестановку глобальную просто. Теперь играю на гитаре. Глобальную перестановку книжки с места места перестала. Давай посмотрим, что из этого нужно. Там я много коробок оттуда убрала. Книжки переставила и поставила всего немного еще. И стало все красивенько. И не так, как было раньше. Красота страшная сила. А что играешь? Тихие игры. Давай, давай, давай. Послушаем. Исполняется впервые. Давай, давай. Ты тренируйся. Будешь фоном у нас. Я пока покажу наши антипотопные средства. Вот они. Потому что помачьте тоже течет. И некому сделать юбку. Юнга продолжает учить стишок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мальчики делают все по возможности тише. Пока мы тут снимали-приснимали, Юнга уже разделась до трусов и выбежала на улицу промышлять. Что делаешь? Мою палубу из дождевой воды. А щетки какие-нибудь есть у тебя? Нет. Руками моешь, что ли? Да. Пойду за водой. Где собираешь воду? Здесь у меня оказывается много воды. О, полное ведро набралось. Главный собиратель ты у нас теперь. Не замерзла? Нет. Да, это остров Реотея. И вон там он, в туманной, туманной долине находится платформа, культовое место, главное, религиозное. Всей Полинезии было в старину. Мы хотели сегодня туда выбраться, но, видимо, так и продолжаем хотеть. Несмотря на дождь, здесь все очень красиво все равно. Вот так вот.